В Беларуси продолжается сбор подписей для выдвижения кандидатов в президенты. В ЦИК напоминают, нельзя заполнять пустые подписные листы, на них обязательно должно быть указано, кто где и за кого собирает подписи. Расписаться и проставить дату гражданин обязан своей рукой. Сбор подписей, напомним, продлится по 6 декабря. Дожинки 2024 пройдут в Климовичах 16 ноября. В программе областного фестиваля ярмарки тружеников села торжественное чествование агрария в церемонии награждения победителей областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых растений. Концертная программа «Мирное счастливое детство» творческих коллективов и исполнителей учреждений дополнительного образования детей и молодежи Могилевской области. В Бобруйске после обновления открыта игровая площадка в знаменитом московском дворике. Горки, качели, рукоход, скалодромы не только появились на Пушкино-204. Провести модернизацию детской площадки обязало время. Игровой комплекс был открыт в честь 620-летия Бобруйска ровно 17 лет назад. Спонсором «Атгрейта» выступил Могилев «Облгаз». 15 ноября в Бобруйск приезжает масштабная культурно-патриотическая акция «Марафон единства». Гостей и жителей города ждёт насыщенная программа, разнообразные воркшопы, концерты, лекции и встречи с известными личностями. Одно из самых ожидаемых событий – участие президентского оркестра Беларуси. Артисты проведут мастер-классы в детской школе искусств имени Оловникова. С подробной программой можно ознакомиться на сайте Бобруйского горосполкома. В Бобруйске с 28 ноября по 3 декабря пройдёт 9-й республиканский фестиваль национальной драматургии имени Дунина Марсенкевича. Театр драмы и комедии на неделю станет меккой творчества. Для артистов из разных городов Беларуси всего представлены будут пять областей. Конкурсная программа порадует произведениями только белорусских драматургов. На суд зрителей жюри предстанет 11 спектаклей.